Количество детей в семье. Наличие инвалидов в семье. Виолетта волонтер говорит, в режиме самоизоляции хочется не дома сидеть, а быть полезной в обществе. Девушка принимает звонки по телефону горячей линии. К добровольцам за помощью обращаются пенсионеры. Но чаще многодетные родители, которые оказались в трудном материальном положении. Для меня многодетная мама это вообще мама героиня. А особенно, когда я слышу, что, например, заявка поступает от семьи, в которой 11 детей, для меня это огромный шок. Потому что ты иногда не знаешь, как одному прокормиться. А тут 9 детей, 9-11 детей. Еще и бывают в семье инвалиды. Активисты принимают заявки на продукты. Их закупают на средства, которые пожертвовали неравнодушные жители края на специальный счет, открытый по инициативе губернатора. Также благотворители сами формируют продуктовые наборы и приносят в волонтерский штаб. А потом добровольцы бесплатно развозят их по домам. Для машины с полными коробками на днях уехали в Курагинский и Казачинский районы. Волонтеры готовы доставить вот такой продуктовый набор всем, кто нуждается в помощи. Здесь товары первой необходимости. Гречка, масло, мука, есть печенье и сгущенное молоко. Будет чем ребятишек побаловать. Также в набор входит и пакет с овощами и фруктами. Эта поддержка разовая для каждой семьи. Коробки с продуктами вскоре отправятся в Зеленогорск, Железногорск, Емельяновский район. Списки формируют ежедневно в каждом больше сотни адресов. Кстати, добровольцы штаба, наши люди, помогают не только делом, но и добрым словом. Всегда на связи с жителями края, юристы и психологи. Например, дети, извините, уже устали дома сидеть, да, маме тяжело. И уже вот подходит, когда эта волна, да, допустим, она может нам позвонить, ну и, соответственно, мы с ней проработаем. Как можно детей, допустим, научим. Дополнительные какие-то варианты, да, как можно с детьми еще развлекаться, как их увлечь, как маме разгрузиться в эти дни чисто психологически. Поэтому вот мы для этого. Работу штаба «Наши люди» проверил губернатор края Александр Ус. Именно по его инициативе в регионе организовали это движение. Наши люди – это те, кто нуждается в помощи в первую очередь. Наши люди – это те, кто эту помощь несет. Я очень надеюсь, что, когда этот сложный период у нас закончится, уверен, он все-таки не за горами, свет в конце тоннеля уже виден, то все мы, красноярцы, как-то станем более терпимыми друг к другу, более сплоченными. Кстати, волонтеры собирают заявки от всех жителей края, которые желают безвозмездно помогать нуждающимся. Кроме того, в крае активно реализуется проект «Как дела». Волонтеры звонят одиноким пенсионерам, чтобы выслушать их, просто поговорить по душам. Активисты надеются, их ряды будут пополняться. Екатерина Павленко, Андрей Панкратц, Енисей. Новости.